Анатолий Байбородин, русский прозаик, детский писатель, редактор, живет и работает в Иркутске. Творчество Анатолия Григорьевича богато и разнообразно. Деревенская проза, произведения для детей и духовно-нравственные книги. Для читателей нашего города оно в большей степени интересно тем, что Байбородин давно и всерьез увлечен темой исследования предания об Илье Муромце. Словно святых, только Илья Муромец один является полным олицетворением русского народа. Он вместил в себя три ипостаси. Он христианский сын, воин и святой инок, монах. То есть вот у него три ипостаси он все вместил. И ни один святой не был столь возлюблен народом и овеян многочисленными легендами и былинами. Илье Муромцу суждено было воплотить в себя лучшие идеалы и чаяния народа. Его понятие о добре и зле, о верности родной земле, о богатырской удали и чести, считает писатель. На родине богатыря в Муроме Анатолий Байбородин впервые. С нашим городом знаком заочно. Хотелось увидеть все, что касается преподобного Ильи Муромца. Все, что смогу увидеть, касаемо Илью Муромца. У меня, собственно, оно уже есть, очерковое повествование о преподобном Илье Муромце. Называется «Воевода земли русской». Вы его закончили или в работе? Нет, оно в завершении уже. В завершении уже. И даже главы уже печатались. В журнале «Родная Кубань», скажем, потом «Русской народной линии» на портале. Ну и вот. А мне нужны были живые впечатления. Ну, хотелось. Хотя я мог бы и обойтись. И неожиданно для меня даже наше министерство культуры пошло на встречу. И вот это мне сюда. Обеспечили мне это путешествие. Среди участников встречи воспитанники православной гимназии, которая носит имя преподобного Ильи Муромца. Сейчас мы встретились с удивительным человеком, писателем из Иркутска, Анатолием Григорьевичем Байбородиным. Он поведал нам очень интересные, углубленные знания о Муромской земле, о местных святых, в том числе об Илье Муромце, и о его местном святом Иннокентии Московском. Воспитанникам Центра подготовки церковных специалистов данной встречи будет очень познавательно для их общего развития и исследования жизни Ильи Муромца. Книги Анатолия Байбородина выходят не только в иркутских, но и в московских издательствах. В завершение встречи Анатолий Григорьевич подарил Муромской детской библиотеке свою книгу «Русский месяц и слов». В нее вошли традиции, обычаи, обряды, поверье, приметы русского народа, и, что немаловажно, житие святых. В Муроме известный сибирский писатель планирует пробыть два дня, а затем посетить Ярославы. Елена Петрова, Алексей Кузьмин. Наши новости. Продолжение следует...